Всем привет-привет! Снимаю наконец-то видео, что в моем телефоне. Я за это время успела сменить пятый айфон на шестой, поэтому извините уж меня, горе-блогера, что я так безответственно отвечаю на ваши запросы, но зато я теперь могу полностью поделиться со всеми приложениями. Все те программы и приложения, которые в моем телефоне, они уже испробованы практически годами, и я остаюсь им неизменно. Кому интересно, давайте переберемся в другой формат, потому что я не умею выводить общую картинку на весь экран, поэтому будем смотреть при близком рассмотрении. Ну что, поехали! Активнее всего я пользуюсь, конечно же, это Инстаграм каждый день, постоянно. Ватсап, Вайбер, Вконтакте, Скайп поменьше, Одноклассники. В Фейсбук в последнее время я не захожу, потому что это представляет из себя не просто соцсеть, а какой-то клуб знакомств, интим на час или давайте поженимся, поэтому я захожу крайне редко и с компьютера. И также чаще всего я пользуюсь почтой, отвечаю на различные сообщения и прочее. Далее вот здесь у меня очень интересная папочка, которой я часто пользуюсь. Например, бесплатное приложение Клюи, которое помогает нам отслеживать менструальный цикл. Доступно для iOS, Android, Apple Watch. Здесь все очень просто и легко им пользоваться. В целом, оно мне нужно для того, чтобы приходили уведомления о наступлении критических дней. Также он может предупреждать о предстоящем ПМС. И для тех, кто планирует беременность, я думаю, тоже он может быть полезным. Главное, чем больше информации о своих ощущениях записать и об активности, которую мы отслеживаем, и тем более точно будет работать это приложение. Следующее приложение Элис. Я узнала о нем у Эстонианы. Иногда я пользуюсь им для того, чтобы можно было что-то подредактировать. Например, нажимаем «Выбрали фотографию», нажимаем «Ретушь». И главным образом это лучше работает на фотографиях с более крупным планом. Нажимаю сюда. И видите, белизна и гладкость. Можно белизну убрать. Также тач-редактор есть. Если какие-то прыщички есть, в общем, подчистить личико. Примерно как фотошоп работает. Инстасайз, я думаю, вы уже знаете эту программку все, чтобы можно было сделать фото вертикальным. И часто вы спрашиваете, как по бокам я делаю затемнение, границы, далее фото. Нужно выбрать, нажать на это замутнение, снова выбрать эту фотографию. И по бокам у нас будет вот так все интересно выглядеть. Таймер кам – это когда некому сфотографировать. Через 5 секунд включается автоматически. И рефлекшн для того, чтобы можно было делать двойные фотографии, как бы зеркальные. Сплитпик, кстати, крайне редко пользуюсь. Возможно, даже, скорее всего, удалю. И Шазам тоже, в принципе, довольно редко пользуюсь. И вот здесь вот у меня в Инстафрейм, раньше это называлось приложение, сейчас Липикс почему-то переименовалось. И вот здесь различные коллажи, которыми я часто пользуюсь. И чаще всего, можете видеть, у меня либо вот тройные ОТД, либо что-то для макияжа таким образом. Фонарик, кстати, очень удобная вещь, часто пользуюсь. Далее, на второй страничке у меня здесь есть три программки для того, чтобы можно было делать видео в Инстаграм. Но, честно говоря, я что-то не особо это практикую, поэтому до конца в них не разобралась. Ну, а в целом, здесь я чем еще пользуюсь, это, конечно, будильник. В календаре отмечаю какие-нибудь важные дни. И в заметках тоже отмечаю для себя важные какие-то моменты. Да, и, кстати, у меня здесь есть навигатор, потому что частенько выезжаю на макияж. Не знаю, конечно, где что находится. И очень удобно. Кстати, у меня здесь папочка YouTube. Раньше как-то я авторизована была с телефона. Но сейчас, как вот у меня с появлением шестерки, что-то так я и не активировалась. Поэтому извините, если я стала вдруг реже отвечать на ваши комментарии. А у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно пишите, какие приложения у нас совпадают. Чем интересным пользуетесь вы, я присмотрюсь и, возможно, установлю себе на телефон. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам всего хорошего. И пока-пока. До новых встреч. Целую вас. Субтитры подогнал «Симон»!